В общем, Галамарт развел меня конкретно. Там еще какой-то мусор вон плавает. Ну это просто вода. Короче, сейчас будет розовый огонь. Козюльки Кристинка говорит вытаскивает. Такие малышки вообще. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей. И сегодня долгожданное видео покупки из Галамарт. Как вы помните, а может кто-то совсем и не знает, о том, что очень много девочек, которые меня смотрят, просили меня, пожалуйста, Селена, но раз ты ходишь в Фикс Прайс, сходи еще в Галамарт, покажи, что там продают, или что бы я выбрала именно в Галамарт. Потому что Галамарт, он на самом деле магазин достаточно большой, но мне кажется, они разные еще бывают. В общем, у нас в Ростове есть один магазин Галамарт, и я наконец-таки туда сходила. Сходила я туда не одна, а с Кристиной. Мы набрали полные сумки всяких покупков, поэтому сейчас я покажу то, что в Галамарте у меня. А ссылочку на видео, где Кристина свои покупки будет показывать, я оставлю под своим видео. Обязательно посмотрите. У нас совершенно разные покупки, совершенно с разным, как бы, видимо, настроем, и с разными целями мы делали эти покупки. Поэтому, я думаю, будет полезно вам посмотреть и меня, и Кристинку. Ну, а мы приступим. Итак, вот такой большой пакет. Кто не знает, фирму эту Галамарт. В общем, впечатление, могу сказать, свое первое. Ну, очень много есть того, что, в принципе, есть и в фикс-прайсе. То есть, ну, сборная солянка. По ценам, цены там это не фикс-прайс, конечно. В фикс-прайсе у нас уже фикс-прайс, тоже давно не фикс-прайс, да? Там 25, 20, 50, 55, 77, 99, 199. Уже вообще охренели, да? Уже не фикс-прайс. Но не больше 199, да? А в Галамарте там разные цены. То есть, там и фены, и чайники, и кастрюли. И я думаю, что, в принципе, неплохого качества. Но я взяла именно что-то такое все бюджетное, чтобы, когда ты первый раз в магазине, хочешь что-то попробовать новое, естественно, что ты будешь тратить, какие-то большие деньги. Ну, и у меня, в принципе, дома уже все есть. Поэтому я взяла какие-то необычные вещи, которые мне хочется затеять, что-то посмотреть, показать вам. Первое, с чего я начну, это я взяла два вот таких вот наборчика, очень интересных. Вот этот стоит вообще, по-моему, 39 рублей. Набор для маникюра. И здесь у нас... Я сейчас открою. Это взрослый набор. Здесь у нас ножнички, пинцетик, потом щипалочки и еще... А, пилочка и еще какая-то фигнюшка. Короче, мы сейчас посмотрим. Но это да, это или 59, или 39, я точно не помню. Чем же есть? 49 рублей стоит этот набор. Ну, практически цена фикс прайса, да? Надо затестить, как оно все вот на самом деле выщипывает, да? Так, ну, пинцетик. Пинцетик. У меня всегда есть, что щипать, поэтому я найду сейчас и выдерну. В принципе, пинцет, который у меня, он лучше, он более качественный, более тяжелый, более такой твердый. Этот более такой, знаете, качество понятно, но выдирает хорошо, в принципе. Знаете, в дорогу куда-то взять, чтобы свой любимый пинцетик не потерять, можно. Дальше ножнички. Ой, везде вот такие закрытые штучки, то есть все закрытое. Никак, знаете, видите, надо снимать. Снимаем. Ножнички супер тоненькие. Давайте что-нибудь обрежем. У меня тоже, у меня как и выщипывать всегда есть, что обрезать. Но и кружечные, можно сказать, ничего особенного в ножницах нет. Дальше. Пилка. Пилочка обычная, железненькая, нормальная, в принципе. Есть, что подпилить, как всегда. Хорошо пилит, охренеть. Можно даже спилить что-то лишнего. Так, щипалки. А вот щипать у меня нечего. Ну, я думаю, нормальная щипалка, ноги можно стричь в дороге. Так, а что вот это за штучка? Кто-нибудь знает? Просто лопатка какая-то. Может быть, это отодвигать, знаете? Да, можно поотодвигать. Короче, дорожный набор за 49 рублей просто идеальный. Вот так. И мне нравится, знаете, можно сюда на самом деле и ножницы свои положить. И пилочку свою, если есть маленькая. И пинцетик свой можно положить. Это очень удобно. Всего лишь 49 рублей. Такой набор. А такой стоит 139. Это детский набор. И я подарю, наверное, это все дело Леночке. У меня есть Леночка. Вы знаете, она родила. У меня две есть Леночки. Но вот одной из них подарю. Наверное, которая блондинка. Потому что я до нее все еще дойти никак не могу. И уже должна ей что-нибудь подарить. Блин, уже аж стыдно. В общем, розовенький такой наборчик. Здесь у нас закругленные, видите? Ножнички. Как раз, чтобы не поранить. Я своему Денчику всегда вот такими вот все щипаю. Нам очень нравится. Потом, что это еще есть? Какой-то пинцетик такой, видимо... Ой! Что-то брать. Не знаю, для чего это может быть. Напишите в комментариях. Козюльки Кристинка говорит вытаскивать. Ну, не знаю. Так. С крышечкой. И что еще? Еще какая-то штука есть. А, подожди. Вот это вот так, по-моему. Да. Это вот оно складывается. Ой, смотрите, какая правда штука. Вот. Оно отдельно лежит. Сломаю, короче, и ничего не подарю. А, вот. Все. Классная. Вообще, такая милая розовая штучка. В общем, мне кажется, это отличный подарок. Такой, знаете, бюджетный. И очень приятный, розовенький. Также можно сюда, если не подойдет, да, свои какие-то приспособления положить. Вообще, мне кажется, одна такая коробочка уже будет стоить. На Алике, например. Неимоверных денег. Еще я взяла вот такие прикольные наушники. Мне понравился их цвет. И мне понравилось, что они какие-то тоненькие. Сколько они стоят, я сейчас не могу сказать, потому что это я уже в корзину накидала Кристине. Она расплохилась. Можно сказать, это подарок к ней. Хо-хо-хо-хо. Она еще не знает об этом. Хо-хо. Но они стоят рублей, да, рублей, ну, не больше 50, по-моему, я их взяла. Но они, смотрите, какие. Во-первых, нежный, классный такой цвет. Одна розовенькая, одна голубенькая. И вот разъединяется здесь. И есть фиксатор вот такой вот на уровне. Че за музык? Девушка поет. Классная. Не трещит. Короче, очень крутые наушники. Мне нравятся. Дальше, Денечке, я взяла вот такую раскрасочку. Стоит она всего лишь 29 рублей. Здесь идут фломастеры разноцветные. И чем мне понравилась эта раскраска, тем, что она, смотрите, она выпуклая. Ну, тоже будет что-то необычное раскрашивать, да? Денька у меня, конечно, еще не раскрашивает так, что, знаете, прям закрасит все. Он скорее будет мазать, может, какие-то выпуклые вещи. Но мне кажется, что это прикольно потрогать, раскрасить. И я всегда что-нибудь такое покупаю. Выглядит как картина. Ну, и такие вот маленькие фломастеры. 29 рублей. Че не взять? По-моему, клево. Следующее, что мне очень понравилось в Галла Марте, это по 35 рублей вот такие конвертики. Классный доллар. А здесь написано «Маленький вклад в твою большую мечту». Ну, будут скоро праздники. И я думаю, что денежки подарить именно в таком конверте будет очень клево. Еще там есть евро. Есть тоже разные надписи, типа ваучеры и так далее. Но мне понравилось «Маленький вклад в твою большую мечту». Это очень круто. Это, ну, прям нравится. Ну, и деньги. С другой стороны, золотяшки. Короче, мне понравилось. Взяла два таких, чтобы были. Также взяла вот такой вот клей за 49 рублей у меня на очках. Короче, Денька, представляете, очки не успела углядеть. Взял очки и вот так вот взял, задушки потянул и одну вырвал. Но хорошо, что механизм хороший там, он весь остался. То есть, он вырвал как раз то, что приклеивалось к очкам. Я думаю, что надо просто приклеить. И вот такой клей «Ермак». Он супер моментальный какой-то там. 49 рублей стоит маленький такой. И вот он склеивает фарфор, металл, керамика, резинка, кожа, дерево, картон, бумага, пластик, пробки. Я думаю, что он склеит мои очки. Я очень надеюсь. Ермак, помоги. Еще я взяла очень необычную вещь. Это набор свечей для торта, для праздников. Но необычные они тем, что они горят разными цветами. Давайте попросим Кристину принести нам огня. Кристина, огня! Смотрите, какие они красивые, разноцветные. И мы сейчас их подожжем. Они должны гореть разными цветами. Я очень хочу на это посмотреть. Смотрите, в наборчик входят такие штучки, которые специально втыкаются. Свечечки очень маленькие. Давайте как раз розовенькую попробуем. Действительно ли горит розовым цветом она? И розовая зажигалка. Короче, сейчас будет розовый огонь. Я пока вижу легкий сиреневый цвет. Ну, есть, да, что ли. Так, подождите. Давайте тогда возьмем голубую и проверим. Нас не надуешь, мы все проверяем. Таблетки, вот. Зеленый! Смотри, он наверху зеленый. Ты видишь? Смотрите. Наверху кончик зеленый. Реально прикольно. Смотрите, зеленый. Зеленый свет. Такой яркий. Он тоже как розовый, но он поярче чуть-чуть. Может, его будет виднее. Ну-ка. Да! Еее! Смотрите! Класс! День рождения! Праздник светлый! Короче, надо набрать таких свечек побольше. Дальше в Галамарте продается бижутерия. Я, конечно, там все перелопатила. Бижутерия там так себе, честно говоря. Но одна мне понравилась. Стоит 129 рублей. Кстати, сейчас подойдет идеально под мой образ. Я сейчас померю и покажу вам поближе. Мне очень понравились вот эти вот сосудики. Смотрите, в них камушки. И именно белое, потому что есть вот эти камушки разноцветные. Там даже были розовые, но я подумала, что возьму я, чтобы все было беленькое. Мне кажется, все, кто будет со мной разговаривать, будут смотреть на эти сережки. Всего лишь 129 рублей. Класс! 39 рублей я взяла малярную ленту. Она мне нужна для чего? Когда мы в моем кружке кройки и шитья, мы когда нашили кало или миллиметровку на ней когда чертим, ее нужно на что-то закрепить. И очень удобно ее закреплять именно вот этой малярной лентой, допустим, к столу или к полу, если я делаю, чтобы она не шаталась. В общем, я взяла такую узенькую. Думаю, пригодится. Хотя у меня где-то большая есть. Мешки для мусора 39 рублей. Вы заметили, что, кстати, много чего 39 рублей есть? Ну, вот эти сиреневенькие, я не помню, брала или нет, у меня как раз закончились все. Эти сиреневенькие, ну, сиреневенькие прям пахнут. Лавандой. Сиреневенькие лавандой пахнут. В общем, я взяла 39 рублей. Я не помню, сколько они стоят, кстати, в фикс прайсе. И напишите, кто помнит, сколько стоят такие одинаковые или эти дороже, получается, в Галамарте. В Галамарте есть то, что дороже, чем в фикс прайсе. Хотя одно и то же. Дальше мне очень понравилось этот держатель для зубной щетки. Стоит 69 рублей. Да. Прикол здесь в чем, что это не нужно никуда устанавливать, сверлить там дрелью и так далее. Оно просто на присосочке. Вы просто приклеиваете, если у вас кафель, например, да, допустим, к стене. И вот такие красивые сердечки розовые висят, а щеточку вы сюда вот ставите. Можно Дэнки, например, сделать. Или мою щеточку. Вообще, я еще подумала, что бритву, станок, прикольно сюда. Но здесь очень маленькое расстояние. Они продумали как раз для щетки это все делать. Вот, смотрите, щеточка у меня. И вот она, допустим, становится и все, и висит вот так. По-моему, это очень мило. А-а-а! Немножко падает. Может быть, вот так надо? О! Задом. Чтоб никто ее не видел. Отвернулась щеточка. И висит на двух сердечках. По-моему, очень мило. И стоит 69 рублей. Но мне больше понравились сами сердечки. Они просто милые. И розовые. Следующее, что я увидела, уже не отходя от кассы, не доходя кассы, это был карандаш. Мама сейчас ищет карандаш. Все говорит, хочу найти карандаш. Я не пользуюсь вообще обводкой. Она пользуется. И она хочет какой-то натуральный карандаш. В общем, там было три вида. Это карамель, потом бежевый и какой-то темный. Ну вот я взяла карамель. Давайте затестим, посмотрим, что за цвет. Он очень яркий или все-таки натуральный. Тон 0,4. Я сказала, что он стоит 39 рублей. Бывает, что карандаш может быть достаточно темным, да, вроде не натуральный. А красишь, а он натуральный. Ну, надо затестить. Так, ну этот, короче, он будет ей темный, по-моему. Не, ну под что-то она сможет его красить. Такое, знаете, светло-коричневое. Да, светло-коричневое. Заточенный, точится обычной точилкой. Ватные диски. 49 рублей. У меня уже заканчивались диски. Я решила купить. Я пользуюсь такими. Кстати, я не посмотрела. Они должны быть прошиты. Прошитые края. Прикиньте, я не посмотрела. Расстроилась бы. Вообще, я люблю, когда прошитые края у ватных дисков. Дальше. Женские колготки. 250 рублей. Как помните, я была где-то в светофоре, по-моему. А, нет. В фикс прайсе я брала черные колготки. Они были вообще не очень качества. И стоили тоже где-то 200 рублей, по-моему. Или 100. Я уже не помню. Ну, короче, здесь намного качественнее колготки. Здесь. Сколько тут Дэн? 250 Дэн. 213 рублей они стоят. Они стоят дешевле, чем Дэн в них. Вот. Они два размера там есть. Я взяла вот 3-4, по-моему. 3-4, а там еще есть 4-5 или 5-6. Не помню. Ну, в общем, они плотные. И они как лосины могут смотреться. Именно под платье. И будет и тепло, как раз на погоду. И они уже, ну, по-другому совсем сделаны. Они не будут прозрачные. Непонятно, какие шерстяные, как в фикс прайсе. А здесь они плотные, красивые колготочки. Колготочки вот очень плотные. Они прозрачные прям такие. Прям как лосины. Очень классные. Размер мне подходит идеально. Зубная нить. 39 рублей. Две штучки, смотрите, в виде смайлика. Так как я пользуюсь все время зубной нитью. Но для меня очень важно, какая она. Потому что я не люблю зубную нить. Объемную такую. Знаете, которая как вот нить. Я люблю такие, как флосс их, может быть, называют. Такие они плоские. И, в общем, мне показалось, что здесь что-то такое. Ну, и, во-первых, они маленькие. И смайлики. В общем, мне захотелось здесь, и тем более, 39 рублей. Такие малышки вообще. Зубная нить нужна всем. Так, ну, она, знаете, не прям круглая. Она немного плоская. Но ту, которую я покупаю, Oral-B, она на самом деле намного шире. Ну, плоская и шире. А здесь такая она плоская, но узенькая. Еще я также взяла на кассе. Уже все это висело. В общем, необычная для пульта дистанционного управления. В общем, вот такие пакетики. Я понимаю, что их здесь не один. Их здесь несколько. Вы одеваете пакетик на пульт, а потом просто феном сушите. И он как бы от тепла заворачивается. И потом вы отрезаете края. Тут как бы все написано. Мне показалось, что это что-то необычное. А, две штуки. Написано, что здесь две штуки для двух пультов. А здесь подставка под телефон. Ну, так как я все время снимаю, что-то там делаю. Мне все время подставочка нужна. Она тоже стоит вообще какие-то копейки. Опять же, это Кристина уже брала. Сейчас я открою, посмотрим. Вообще, вот такая простая какая-то штука. И открывается. А, она открывается, и вот так ставится телефон. Тринк. И все. И вы смотрите что-то. Это как раз... Слушай, для планшета, может, подойдет. Деньки тоже нормально. Хотя у меня планшет такой с подставочкой. Ну, короче, очень удобно, знаете, что-нибудь сделать. Так же можно вертикально поставить. О, веща клево. Что-то смотреть. Эта реально копейки стоит 20 или 39 рублей тоже. Ну, что здесь может стоить дорого, согласитесь. Ну, и напоследок лизун. Это необычный лизун. Он жидкий. Вы знаете, я люблю разные лизуны, смайлы. Ну, посмотрите, он реально жидкий. Там просто вода. И типа, что он такой будет? Здесь ничего не надо смешивать ни с чем. Там еще какой-то мусор вон плавает. В жидкий вода. Что он будет у меня прям водой? Прям будет переливаться вода? Открываем. Вот, еще раз покажу. Чтобы вы понимали, от чему я удивлена. Он просто водянистый, понимаете? Может быть, кто-то такое пробовал уже, но я нет. Блин, прикинь, я сейчас просто разолью на себя воду. Сейчас я подложу в пакетик. Если все полилось, то полилось. Ну, че, реально? Это не лизун. Может быть, с ним надо что-то делать? Ну, это просто вода. Где читать? Тут ничего не было. Написано, он вообще без всяких опознавательных знаков. А дай тарелочку, Крис. Мы давай в тарелочку выльем. И я попробую помешать рукой, что ли. Но пока что просто вода. Реально вода. Может быть, вот эти штуки надо размять? Которые там повелись на воду. Что такое здесь? Сейчас должно загустеть, может быть. Растворить. Мешаем, мешаем. Лизун, девочки. По-моему, меня обманули. Вообще херня какая-то. И че, мне прийти и вернуть в магазин и сказать, вот знаете, это что за лизун? Что с ним делать? Меня обманули. Крисина говорит, звоняет, как в ракушках дохлый. Слайм жидкий, трехцветный. В колбе. Полимер. Срок службы. Может, он просроченный? Десять лет срок службы. Девочки, кто знает, кто брал такое, напишите, пожалуйста, в комментариях, что я сделала не так. Ну, в общем-то, какая-то фигня. Реально. Развод. А-а-а, на меня льется через дырочку, господи. Как будто описалась. Блин, я показала всем, что у меня розовые штаны. Да, я такая вся, у меня тут все такое черно-белое. Я даже подобрала кофточку. А штаны-то розовые. А носки-то вообще не подобрала. А носки синие. Все, мои хорошие, я рада была поделиться с вами такими интересными вещами, новинками, сходить в Галамарт. Но я не буду туда часто захаживать, потому что, в принципе, фу, воняет этот лизун теперь охренеть просто. В общем, Галамарт развел меня конкретно с этим лизуном. Я еще, блин, если буду там, предъявлю им. Напишите в комментариях, может быть, я что-то сделала не так до того, как я побежала в Галамарт. Возвращать свои 69 рублей или сколько он там стоит? А, он 39 где-то стоит. Ну, конечно, за 39 я не пойду ничего делать. В общем, такое бывает. И, а, у Кристины, кстати, тоже какой-то лизун, но она другой взяла. И... Мне что, и привлекло, что он жидкий? Наверное, такое же было. Ее тоже привлекло, кстати, что у нее жидкий лизун, поэтому ссылочку на ее видео я оставлю внизу под видео. Заходите, смотрите. Не, ну прежде чем идти к Кристинке, сначала поставьте лайк моему видео, подпишитесь на мой канал, нажмите колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Впереди много интересного. А потом спускаемся по ссылочке на видео Кристины и смотрим, что же с ее лизуном будет не так. и развел ли ее Галамарт в чем-нибудь. Все, я вас люблю, целую, прощаюсь до следующего видео. Пока-пока! Пока-пока! Кристина, у тебя здесь нет? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok